всем большой привет подписчикам пришедшим на канал я приобрел холодильник-морозильник без 14 для создания так называемые шоковые камеры заморозки из бытового холодильника приобрел очень дешево это по объявлению за 1000 рублей но почему такой дешевый мастер меня владелец уверен в том что она исправна нужно поменять только реле реле пусковое которое стоит порядка там 200 рублей пусковое он включался у меня этот холодильник через 5 секунд за счет срабатывания реле реле вот это вот rt1 rt1 я его достал rt1 начинала разогреваться у меня значит нехромовая проволока здесь и биметаллическое реле отключала сам компрессор от сети когда стал разбираться с проблемой оказалось что рабочие обмотки рабочие обмотки компрессора целые и имеют сопротивление вот такие вот здесь две обмотки одна из них рабочая вот она имеет сопротивление меньше 20 ом вторая обмотка пусковая она стора целая когда я замеряешь сопротивление и 50 одином 52 то есть и целая и рабочая обмотка рабочая обмотка в ней сопротивление было порядка вот она сопротивление 12 ом и пусковая попробовал я запустить этот компрессор без этого реле это возможно при собирании такого устройства нужно подключить значит рабочую обмотку через провод 220 вольт клеммник и затем коснуться пусковой для запуска компрессор запустится я сейчас покажу как это сделать значит включаешь вот компрессор загудел и я касанием заработал компрессор то есть компрессор пустился вроде бы рабочий холодильник но начинается очень сильное потребление тока то есть ток превышал 10 ампер видите начинает дымиться дымится контакт видите да но так как реле нет он не отключается компрессор при этом греется что говорит об о чем нам эта ситуация говорит о том что существует в этом компрессоре меж витковое замыкание и ее номинальное сопротивление вот этой рабочей обмотки не соответствует по справочнику она должна быть более 20 ом хотя он у нас и рабочий но ремонт этого компрессора обойдется мне гораздо дороже чем приобрести новый вот так вот таким образом можно запустить компрессор конечно но сколько он проработает я думаю что очень недолго и поэтому придется заменять его на новый но мне это в общем то на руку я хочу сделать низкотемпературную камеру где будет циркулировать не 12 фреон как в этом агрегате а 22 фреон с температурой кипения минус 40 или же чистый пропан есть такой же вариант значит собирание холодильника на этом пропане то есть камера будет у меня низкотемпературная проблему такую с компрессором я вам показал спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал